Труд Все вещи в труде Так сказано в Ветхом Завете Ибо без труда Сама жизнь смысл теряет Не может родиться без него Ни нежный стих, ни стройный лад Не оживут ни краски на холсте Ни стойкий камень Не запоет душа и бронза из вояль Но лишь даром избранные Способны наполнить жизнью Глину и воск Кончиками пальцев Многие ли из ледовых граждан Сегодня, что порой дальше дедушек и бабушек Не ведает корней своих Способны осознать в полной мере Что это такое Быть потомком Прославленного творческими исканиями И находками рода И каково это стать еще от рождения Ветвью, разветвленной кроны Знаковой для отечества династии Бремя ли это Иль счастье По-моему, династия здесь Наследование духа То есть не важно даже профессия Важно, чтобы вот стержень единой семейной Семейные ценности Передавались поколению в поколение Тогда это династично Потому что, может быть, одна и та же профессия Но династии не будет Потому что люди будут совсем Придеваются разных ценностей Разных принципов И тогда династия разрушится Мне так кажется Далекий потомок французского воина Правнук прославленных Скульптора и архитектора Правнучатый племянник Крупнейшего теоретика искусств И поэтичнейший из русских художниц Внук одного из основателей мира искусства Сын градостроителя и художника Что принял творческую эстафету От славных деяниями предков Скульптор по судьбе Дизайнер по приоритетам Творец и потомок творцов С достоинством, носящий имя прадеда И полное имя деда и отца Отдавший свои силы Интерьерным трудам Керамике, витражам И кованым предметам декора Превыше всего он ценит в людях порядочность Любит Гоголя и дом полный гостей И по сей день с неизменным наслаждением Перечитывает русскую классику С нежностью воспитывает двух дочерей Сам себя, чуть смущаясь И несмотря на все сложности быта Называет не просто оптимистом Но большим жизнелюбом Евгений Евгеньевич Лансере III На которого, по его личному признанию Отнюдь не давит груз Несколько вековой ответственности Великих свершений рода его Но позволяет не утратить ни нынешние, ни грядущие ориентиры На самом деле, конечно, это непросто Потому что главный здесь вопрос Если брать профессиональную вещь Найти свой путь, это очень тяжело Прадед Евгений Лансере Нашел свой путь Однажды, единожды и навсегда Путь этот был тернист и краток Но он шел по нему неуклонно И без всякого преувеличения Стал выдающимся воятелем И не только России Обладал магической силой рук и духа Был всегда правдоподобен Искал характерность Тот жизненно верный стык Единения человека И извечного друга его И соратника Как в трудах земледельческих Так и в подвигах ратных коней Его кони Живые, дышащие То будто не бронза поет То ток разгоряченной крови струится Его кони Давно ставшие хрестоматийными Вошедшими даже в школьные учебники Уже его современники Справедливо полагали Что в лепке этих благородных созданий Нет ему равных Ни на российских Нивах Ни в европейских Палестинах Юрист Историк и этнограф Прекрасный рисовальщик и лепщик Чей талант Выплеснулся далеко За пределы кабинетов Императорских дворцов Музейных стен Границ собственной страны И одной Человеческой жизни Евгений Александрович Лансере Безумная порядочность Любовь к семье К России И к работе В общем Такая абсолютно гармоничность Он никогда И ни у кого не учился Образовал из себя художника Исключительно сам Чуткое мастерство его Словно с ним родилось А совершенством своих творений Был обязан он лишь Собственному таланту Саморазрушительному трудолюбию И невероятному упорству За неполные всего лишь 20 лет Он сумел оставить Сотни блистательных творений Что разлетелись по всему миру Получить в дар его работу Всегда считалось Верхом изысканности Овеянной утонченной дипломатией И духом просветительства Сегодня многое утрачено Разметали кровавые революции И сокрушительные войны Его труды Но именно под его точным глазом И талантливой рукой Так называемая кабинетная мелкая пластика Достигла своего расцвета А его мастерская высота подачи В этом жанре Фактически открыла новый Самостоятельный раздел Русского искусства С ним же он и завершился Мне кажется и после Уже Евгения Александровича Не было таких скульпторов Которые могли Вот такой кабинетной скульптуры Достичь таких вот Сотни она практически умерла Со смертью Дальше это уже совсем другое Еще в 11 лет Женя создал скульптурную композицию Назвал ее тройка Вылепил из воска Она была преподнесена В дар наследнику престола Будущему императору Александру Третьему Впоследствии Именно самодержец российский Подарит Франции Две большие скульптуры Плод гения Своего талантливого Соотечественника Так они и стоят поныне Русский Сокольничий И Киргиз Беркутом На центральной площади Гальского города Ментон Это увеличенные практически вещи Которые не потеряли Ни своей вот этой подробности Но при этом Они стали монументальными Абсолютно монументальными вещами Это очень большая редкость Когда можно увеличить Маленькую скульптуру До больших размеров И она не теряет Своей цельности Обычно это все начинает разваливаться Просто При увеличении Говорят, был он мягок Нежен и ответственен Никогда не повышал голоса Сутками мог молчать Всегда был сосредоточен на работе Ничто не могло его отвлечь Вывести из равновесия Заставить выпустить Очередную фигурку из рук Увлеченно странствовал Был наблюдателен Обладал необычайной зоркостью глаза И великолепной памятью Даже на самой незначительной детали Большинство работ Правда Это наблюдение И достаточно точная передача Того, что ее окружало Недаром в музее коневодства По скульптуре Игоря Александровича Изучают породу лошадей Даже какие-то их болезни Так что в музее пригладного искусства Изучают этнографические костюмы Потому что все настолько подробно Настолько достоверно Лансере уделял большое внимание Искусству отливов Создавал исключительно восковые и гипсовые формы И только в единственном варианте Сам себя никогда не повторял Но жизнь его была далека от достатка Сокрушительный недуг И жесточайшая нужда Даже заставили продать авторские права На 17 работ Владельцу бронзолитейной фабрики Феликсу Шопену В дальнейшем Они не единожды будут переходить Из рук в руки А частные фирмы Быстро поставят его творение На поток И даже сегодня Встречаются современные отливы С его оригинальных форм Их до сих пор Почитают за честь Иметь в своих коллекциях Самые придирчивые собиратели Так что антикварный рынок И в 21 столетии Все еще продолжает Стричь купоны С блистательного дара Лансере Но оставил он Не только мастерские труды Ему суждено было Стать родоначальником Целой династии дарований Сделать 400 работ За неполные То есть полные 38 лет Тайхова масштаба Это практически невероятно А если взять вот такую Большую работу То вообще В современном мире Я думаю Ну вот полтора Надо делать только одну Эту работу Такие работы Как правило Лепились из пластилина Потом их формовали форматоры В те времена Это был адский труд Поскольку вся Скульптурная группа Складывалась Из крошечных кусочков Подобно мозаике Что аналогично Сложно составному Современному пазлу В советские времена Именно изматывающая Кропотливость Этой работы Подвергалась Жесткой критике Считалось Что подобное Каторжное напряжение Было возможно Только в века крепости Слишком велик был труд Что затрачивался На воплощение замысла В вечном материале А посему бронзу Нарекли буржуазным Искусством Делалась форма Потом в эту форму Заливается воск Выплавляется Ну, обмазка И потом Получается, соответственно Бронзовая вещь То есть Каждой восковой модели Получается одна Скульптура Но так как форма Остается В эту форму Можно задово залить воск Опять обмазать Составом Опять выплавить Опять залить бронзу И будет еще одна вещь Но это огромный труд Святослав На пути в Царьград 1886 год До кончины самого воятеля Считанные дни Надорванный чахоткой легкий Истерзанный выматывающим кашлем грудь Устала И до прозрачности Истончилась рука Давит горло бедность И страх За детей И любимую жену Он скоро Их оставит Но какая экспрессия Какая воля Буквально пронизывает Эту малую Скульптурную группу То одна из самых Поэтичнейших Овейных исторической Романтикой Творений Евгения Лансере Святослав I Игоревич Князь Киевский Легендарный князь Рука скульптора Запечатлевает Всю полноту жизни Нервная дробь Бьющего копытом коня Сотрясает земную жесть В напряженном горле Клокочет ржание То миг воодушевления И ярости Миг перед битвой Несокрушимый полководец Сам порыв Рука с мечом Что будет без жалости Разить ворога Простерта к соратникам Видно, как дрожь Пробегает под шкуры коня Свивая в тугие узлы Мощь литых мышц Его тело Напружинено Он весь предчувствие Полета Сечи Крови Победы А мы все Словно оказываемся Между великим князем И его дружиной Между лидером И теми Кому он бросает Свой вдохновенный призыв Теми Кого он вот сейчас Поведет к смерти И к славе Бессмертной Вообще он гениальный пластик То, что бывает только от Бога Этому выучиться, я думаю, невозможно Потому что такие вещи Причем, надо заметить, хоть он делал довольно много зарисовок И сохранились какие-то Но в основном все-таки это в процессе лепки Все на кончиках пальцев Лансере Звучная, нездешняя фамилия Щедрый французский дар России Из времен Отечественной войны 1812-го Лансере В переводе с гальского Копье Копье Вонзившееся В российскую почву И проросшее древом Знакового творческого клана Согласно семейным хроникам Династии Лансере Бенуа Серебряковых Майор наполеоновской армии Пауль Лансере Получит тяжелые ранения При Бородине И так и останется На новой родине Он-то и станет дедом Замечательного русского воятеля Евгений Александрович Лансере Родится в Тамбовской губернии 12 августа 1848 года В семье инженера-фортификатора Александра Павловича Лансере Его мать Элеонора Антоновна Ехимовская Опекаемая Чудолюбивыми бароном И баронессой Варнезиус Уйдет из жизни рано Жене будет всего Семь лет Раздавленный горем Овдовевший Александр Павлович Бросится в работу Как в омут А верные варнезиусы Возьмут на себя Воспитание Осиротевших детей Любимцем старого барона Будет самый маленький Лансере-младший Филипп Федорович отдаст малышу Всю нерастраченную силу Своей отеческой заботы Привед тягу К российским необъятным просторам И глубочайшее уважение Благороднейшим созданиям Именно под его патронажем Евгений впервые сядет в седло Маршанский уезд Исторически славился Своими рысаками Мальчик будет часами Пропадать в конюшнях Фантазировать Делать зарисовки с натуры А потом бегать к кузнецу И просить Выкрывать его мечты Из металла Наступит 1861-й Санкт-Петербург Александр Павлович Покажет работы сына Айвазовскому Эклоту Маститый дар 13-летнего отрока Оценят Но в Академию поступать Не посоветуют Да, его не приняли В Академию художества Сказав, что Слишком самород Быти на самородок Это был На мой взгляд Большой для него удар По большому счету Потому что Он понимал, что в любом случае Нужно учиться И это очень важно Евгений Александрович Лансере Станет студентом Университета Северной столицы В 1870-м Получит ученую степень Кандидата права Четыре года Честно посвятит службе В Министерстве финансов Но то будет Маята Выйдет в отставку И целиком Отдастся Вояне Отправится в Париж Начнет изучение Художественного литья Из бронзы В 1972-м За целую серию Бронзовых жанровых статуэток Удостоится диплома Классного художника Первой степени Через год на его работы Обратит внимание Уже Европа На всемирной выставке В Вене Пресса отметит Его мелкую пластику Даже наравне С монументальной мощью Ивана Грозного Марка Антокольского Такого В русском Кабинетном литье Долансера Еще не было Сегодня Бронзовое литье Финала 19-го века Специалисты называют Энциклопедией Быта народов И сословий Российской империи Основной же моделью Портретирования Для русских воятелей В те десятилетия Стало, пожалуй, Самое грациозное И вечно преданное Человеку существо Лошадь Сейчас конь Это стало Не повседневностью Это стало Ну, как Сорлс-Ройс Скажем Такое В обиходе Несколько роскошное То есть Это перестало быть Частью человека Это его забава А раньше Это была не забава Это была необходимость Это было Что-то, что сопровождало Человека Постоянно Сам Лансере Был изумительным Наездником Судя по воспоминаниям Тех, кто имел Счастье наблюдать Его выездку Производил скорее Впечатление кентавра Причем особую ценность Его работам Придавало то, что Он, по сути Всегда ваял Двойной портрет Не просто верхового Но и его Верного спутника И это не просто Человек И животное Нет Это единый Организм Ибо едино было все Движение Дыхание Нерв Кураж Помыслы и стремления Смерть И победы И в этом подход Лансере Абсолютно Уникален Соединение лошади И человека Это всегда Нечто единое То есть Как бы Они сливаются В одно То есть Если лошадь устала Допустим После скачки Жокей Который Усталый Жокей Усталая лошадь Неизвестно Кто больше устал Из них Никого больше Жалко Скажу Лошадь Даже больше Богатырь 1885 Самая крупная По размерам Скульптурная группа Во всем Наследе Лансере Высота 78 сантиметров Казалось бы Тоже батальная тема Тоже исторический сюжет Тоже воин Но совсем Иная тональность Чем в лихом Порывистом Победным И словно Звенящим Как туго натянутые Тетива Святославе Там предчувствие Битвы Здесь Она Отгремела Полегли В ковыльные степи Вороги и други Устал видеть Отяжелело тело Грузом Давят доспехи От булатного Меча Сильная рука Опала Монолитом Легли на круп Коня Складки Пыльной накидки Тяжко Поникла Голова Богатыря В литом Шлеме Устал И конь Вся композиция Будто льется К земле И словно только Древко Боевого штандарта Все еще держит Их обоих В равновесии Победа Но какой Ценой Все это Все это изучалось Где он Где он живет Редо прославленным Сам по себе он не только музыкален, он еще, так сказать, живет под руками. Когда вещь дома, ее надо иногда гладить обязательно, когда она живет. У многих в те годы не было не только фамильных картин и бронзы, которую следует гладить, но и высоких православных праздников. Семья Желансере даже в советские времена ходила в храм Гавриила Архангела, в Меньшикову башню. То была одна из немногих церквей, что так и не закрылась при власти советов. Кстати, была построена по проекту архитектора Зарудного, который Евгению Евгеньевичу Лансере тоже приходится каким-то далеким прапрапрадедам. Взметнулся ввысь и величественный храм Христа Спасителя. Еще одно пересечение биографий в династии Лансере Бенуа. Потомок наполеоновского солдата Евгений Александрович Лансере на собственной выставке познакомится с чудесной девушкой по имени Катя, Екатерина Николаевна Бенуа. Нежная, веселая умница, блестящий знаток искусств. Ее дома называли Розовая Катя. За счастливый дар делать всех, кто ее окружал, счастливыми. Она была дочерью академика архитектуры, одного из создателей того, первозданного, храма Христа Спасителя, Николая Леонтьевича Бенуа. Катя. Она станет женой Лансере. Переживет Евгения Александровича практически на полжизни. В 36 лет овдовеет. Но останется верна своей единственной любви до последнего вздоха. Поднимет шестерых детей. Будет каторжно сражаться с бедностью и недугом мужа. Благословит дочь Зинаиду Серебрякову, тончайшего художника-лирика, на эмиграцию. От нее никто и никогда не услышит ни слова обиды, ни сетований на трудную долю. Впрочем, жизнь этой семьи всегда была трудна и достойна. У детей ее были сложные судьбы. Они не рождались в рубашке, но они явно рождались с карандашом в руках. Практически все хозяйство, все воспитание детей шестерых, это все легло на ее плечи. Потому что, конечно, Евгений Александрович занимался только искусством. Чахотка. В 19 веке подобный диагноз был равносилен смертному приговору. Лишь слегка растянутому во времени. Так что счет жизни Евгения Александровича практически всегда шел над ним. Он, видимо, в полной мере осознавал, сколько краток его земной путь и работал сутками. Он будет совсем еще молод, но словно почернеет от боли и дум. Состарится, не полетал. Но так и не выпустит воска из рук. И даже будет купаться в ледяной речке. И по-прежнему совершать длительные прогулки, как всегда, в седле. В феврале 1886-го в Петербурге откроется персональная выставка Евгения Лансары. А почти ровно через месяц, 23 марта, его не станет. Он уйдет скоропостижно. Ему будет всего 38. Мало ему было отпущено лет. Он просто надорвался. Но мне кажется, основное счастье ему создавала все-таки семья. Его вторую очередь творчество. Его летящие, взнузданные и покорные, вздыбленные и чующие битву, пашущие и просто мирно пасущиеся, его бронзовые кони. Утраченные и сохранившиеся, бытующие в музейных стенах или частных коллекциях, большая и незабвенная память о нем. О поэте и романтике, трудолюбивом мастере, возвышенной души, извинящей бронзы, Евгении Александровиче Лансары. Для меня, прежде всего, это его, как ни странно, не искусство, а его безумная любовь к России. Потому что это хрестоматин, над ним даже смеялись. В том, в его любви, он даже не имел границ, он надевался в персидские такие наряды, считая, что это русские. И, кстати, его ранняя смерть тоже была из-за любви, потому что, когда ему посоветовали уезжать в Италию на лечение, он отказался, выбрал среднюю, ну, южную часть России, нескучное, купил имение, и там и умер, потому что ни за что не хотел покидать Россию. И, в общем-то, подготовил все документы на смену фамилии, на Копьев, потому что Лансаре переводится на русский как Копьев. Скульптор и скульптор, Лансаре и Лансаре, прадед и правнук с голосом певучей бронзы в сердцах, прославленный предок и благодарный потомок, что не мыслили и не мыслят себя без жизни, что даруют они материалу кончиками чутких пальцев. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ